Микс Ньюс. Сегодня мы поговорим с главой Центра защиты прав потребителей нашей студии Баеба Витолини. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я думаю, что, наверное, COVID-19 оказал тоже большое влияние на работу вашей организации. И вот что изменилось? Как изменилось? Изменились ли, может быть, какие-то жалобы? Какие-то появились более жалобы на какие-то вещи, которых раньше не было? Как это все повлияло? Ну, конечно, всегда, когда такие большие вещи случаются, что-то изменяется в вашей работе. И в нашем случае, конечно, это было связано с теми услугами, которые потребители уже не могли получать. Как, например, туристические услуги, которые все закрылись, закрылся рубежием, все потребители свои услуги не получали. Также на полеты, где они тоже не могли использовать свои билеты на самолет, за которые они заплатили. И много таких вот, много жалоб поступало. Да, насчет туристических фильмов больше 130 жалоб поступило в наш центр, потому что там, конечно, случаи очень сложные. С одной стороны, мы, конечно, понимаем, что потребитель должен получить обратно те деньги, которые он заплатил за эту услугу. Но, с другой стороны, мы, конечно, также понимаем и предпринимателей, когда им весь бизнес в один день заключается. Конечно, они в один день, по закону, в 14 дней не могут отплатить все деньги всем потребителям. Поэтому довольно сложно этих жалоб решать. Также парламент решал немножко в пользу предпринимателей, что они все-таки имеют право также предлагать вам отложить ваше путешествие. Ну и, конечно, есть разные потребители. Есть те, которые хотят или, может быть, очень важно получить деньги сразу обратно. Есть такие, которые могут подождать и соглашаются подождать. И поэтому довольно много там ссор получается в этих случаях. Но как решается в основном? То есть каждый случай решается индивидуально или есть какая-то… У нас были представители просто туристической индустрии. Они говорили о том, что действительно это очень сложно, потому что вот в пятницу вечером центр объявляют новые страны. И вот то, что вроде бы в субботу утром должны были люди улететь, и вдруг страна оказывается в этом красном списке, и от них ничего не зависит. То есть они сделали, вроде бы организовали поездку. Они все выполнили со своей стороны условия. Но это вот, ну, можно ли это назвать чрезвычайной ситуацией? Или вот как это… Да, конечно, это будет чрезвычайное происшествие. Но то, что в этой отрасли, я считаю, не очень честно к предпринимателям всегда, это все-таки, что они все равно должны отдать деньги в 14 дней. Поэтому у них все равно это довольно сложно. Но, конечно, потребитель тоже не виноват в этой ситуации. И все эти ситуации действительно решаются очень индивидуально. Ну, конечно, там всегда прав потребитель. Он, конечно, имеет право на возврат денег. Но там дальше надо уже, как это действительно практически возможно. Потому что то, что невозможно… Даже, например, по европейской регулии в авиауслугах, они даже должны вернуть вам деньги в 7 дней. Что даже не потому, что у них нет денег, но это просто как бы все обслужить в 7 дней невозможно, если все полеты отменяются. Поэтому там тоже много жалоб, где потребители хотят деньги обратно. Но авиакомпании, может быть, не могут так быстро или иногда, может быть, также это их системы электронные сделаны так, что сначала они вам предлагают менять или другие возможности. Ну, где потребители довольно неудовлетворены этим, не нравятся в нем такие предложения всегда. Ну, вот скажите, пожалуйста, что во власти Центра защиты прав потребителей? Вот, например, ну, действительно, если мы разбираем такую ситуацию, ну, вот форс-мажор закрыла страна, но вот потребитель просит вернуть деньги обратно. На что он может рассчитывать? То есть, вот что вы можете со своей стороны сделать? Вы можете, ну, что, обязать выплатить или… Я думаю, очень много наш Центр делает тем, что мы работаем с обеими сторонами, и я думаю, что в таких случаях легче найти общий язык и компромисс между предпринимателем. Также в случаях, когда не можно найти общий язык, возможно, использовать нашу комиссию, которая решает, имеет ли, например, потребитель право требовать деньги, не знаю, в данный момент или как-то решить позже. Ну, таких решений можно от нашего Центра получать, также насчет авиауслуг. Конечно, мы смотрим, чтобы предприниматели не занимались нечестной коммерческой практикой. Но в данный момент я в этой отрасли не вижу таких проблем, чтобы там особенно нечестная коммерческая практика, это все связано больше действительно с этой трудной ситуацией для всех. Но также у нас в это время было много дел насчет других каких-то видов нечестной коммерческой практики возможной. Ну, например, мы также рассматривали довольно много случаев, когда потребители нам дали сигнал насчет того, что цены товаров поднимаются. Может быть, это связано или может быть не связано с этим вирусом. Но по нашей практике то, что мы видели все-таки, что в большинстве случаев все-таки это было связано с нормальной бизнес-практикой, это не было никаких нарушений, исключая, может быть, некоторых случаев, связанных с этими продуктами, которые именно нужны в это время, как маски и дезинфицирующие средства. Потому что все, я помню, возмущались, и даже весь интернет был заполнен, что показывали маленькую бутылочку дезинфицирующего средства, которая очень дорого стоила, и там, по-моему, 140 евро за литр высчитывали, что не может так дорого стоить. Да, ну это был один момент, я думаю, что там разные случаи. Это, конечно, и производители, и импортеры, может быть, использовали этот случай, но вот чтобы магазины таких случаев, мне кажется, один или два было, что мы видели, что, может быть, используют эту ситуацию. Также, я думаю, там тоже мы делали большую работу, и ситуация поменялась в несколько недель, когда уже начали другие производители производить эти дезинфекционные средства, они появились на рынке, и мы ввели этот мониторинг цен, и сразу было видно, что цены становятся как бы стабильными в несколько недель. Так что это возможно действительно делать. Проблема, которую мы там видели, было, что довольно много в интернете было дезинфекционные средства, которые не регистрированы. У них есть специальные требования, это биоциды, которые нельзя без регистрирования вообще производить или продавать. Ну и там у нас было несколько дел насчет нечисленной коммерческой практики. И в большинстве случаев надо сказать, что предприниматели это не делали, потому что они хотели как бы нарушать закон, но они просто не знали. Также, да, действительно, мы все требовали, чтобы новые производители начали производить этих средств, предприниматели, конечно, хотели этого делать, но не всегда знали все правила, что они должны регистрировать. То есть здесь не было как бы злого умысла? Я думаю, что нет. А вот скажите, например, такого рода, когда очень начали рекламировать действительно всякие средства, которые помогают от коронавируса, которые, в общем-то, непроверенные, но тем не менее, их все время преподносили, что вот для того, чтобы защититься, или, например, рекламировали средства, чтобы сбросить вес под тем предлогом, что это люди с ожирением тоже в группе риска коронавируса, то есть пытались использовать коронавирус как рекламный какой-то трюк для того, чтобы продавать свои товары. Да, действительно, таких случаев было. Все эти, конечно, нечестная коммерческая практика, так, конечно, делать нельзя, особенно если используются какие-то, ну, неправильно используется то, что, например, Мировая организация здоровья сказала насчет веса. Да, действительно, были такие случаи, были, например, посуда металлическая, которая помогает против вируса, и также разные другие продукты, где ни один, насколько я помню, из этих случаев не был, где предприниматель может доказать, что это действительно возможно, что этот продукт как-то будет вам помогать, или, например, тест на ковид, который вот действительно работает. Это действительно такие случаи были, да, в интернете. Я попрошу вас надеть наушники, чтобы услышать вопрос нашего слушателя. Напомню, что в нашей студии глава Центра защиты прав потребителей, Байба Витолиния, здравствуйте, доброе утро. Добрый день, доброе утро. Сколько у меня секунд в эфире, чтобы не перебивали? Я хочу задать вопрос про вот этот ковид-19 в эфире, чтобы верить денег на этот ковид-19. Вы можете задать, по-моему, вы можете задать, по-моему, вы можете задать латвиски, вы можете задать свои вопросы? Ну, вы думаете, что власти, да? Ну, сразу, да? Я латышка, и смогу выбиться с мыслью, начать заикаться. Да, эггам он зовут, я. И по теме. Я патриотка, и мы живем все-таки в Латвии. Но у меня до сих пор возмущает поведение иностранных туристов, кто многократно оскорняли честь нашего символа свободы, ми-уду. Памятник на бывшей улице Ленина, который не снесли, который как животные, кто отмечает границы, поскольку эта статуя показывает нашу демографическую способность. И тут нет ножниц. Посмотрите, сколько звезд, и неважно, как их выдерживает, но если смотреть с другой стороны, то фигура бедра, вообще женщины, и рост показывает как раз, насколько она способна выносить детей. Простите, но, наверное, это все-таки не по теме. Мы сегодня все-таки говорим о... Это насчет... Хорошо. Это насчет туризма. Если... И мне надо ехать в Японию, да? На это время через Голландию. Как я могу вернуть вот эти деньги, если вдруг я там застряну где-то. Хорошо, я понял вопрос. Если человек покупает билеты, например, через какую-то страну, и вдруг не может дальше продолжить путешествие, может ли он вернуть деньги за билеты? Скорее всего, это, я понимаю, к авиакомпании. Ну, это зависит, конечно, от того, какие билеты покупают, и что случается. Если... Там действительно много-много возможных случаев. Может быть, если это билеты, которые можно поменять, то можно менять на другую дату. Но обычно сейчас, в данный момент, если вы сейчас покупаете, то такое возможно, все авиакомпании в Латвии, мне кажется, предлагают, что вы можете это свободно делать. Но если вы застрянете, это, конечно, другой вопрос. Это уже этот риск. Все-таки каждый потребитель, который сейчас покупает билеты, должен думать, какая возможность, что вы там останетесь. Такие случаи действительно были у многих людей, которые в разные страны остались, и не смогли вернуться. А вот мы недоговорили еще просто по поводу продуктов, может быть, продукты питания. Не было ли жалоб на то, что подорожали? Потому что, особенно когда только началась, вот все бросились покупать там туалетную бумагу и какие-то основные продукты питания, были жалобы на то, что, например, и имбирь, чеснок, лимоны, тоже, опять-таки, продукты, которые укрепляют иммунитет, они очень резко подорожали. Ну, были жалобы, но не на те продукты, которые вы упомянули. Нам были, например, там, на гречку, было на разные, например, на воду в магазине. Но во всех этих случаях мы действительно рассматривали, почему предприниматели этого делали. Делал и в всех этих случаях то, что было видно, это не было связано с коронавирусом. Это было уже, как бы, ну, например, насчет гречки, это было уже несколько месяцев перед этим уже производитель информировал продавцов, что у него будет новая цена на это продукты. И наш центр здесь, мы выбрали, ну, такие продукты и делали мониторинг цен все это время и смотрели, чтобы эти цены не поднимались. И я могу уверить, что цены продуктов, тех, которых мы смотрели, никаких изменений серьезных, где можно видеть, что это действительно связано с коронавирусом, не могли. Могли же быть там, например, то, что приходилось из-за того, что были перекрыты какие-то страны, может быть, там какие-то транспортные могли быть проблемы. Но мы не видели таких проблем, чтобы действительно не было продуктов. Я думаю, вы тоже видели. В Латвии мы были очень, я думаю, наши продавцы также были очень, очень хорошо работали. Если что-то кончилось вечером, то утром это уже было в магазине, туалетная бумага, не было проблемы, я думаю, в Латвии. Да, мы продолжим принимать звонки, я вас попрошу надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро. Еще раз напоминаю, Байба Витолиния, глава Центра защиты прав потребителей у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. У меня такой простой вопрос. Вчера в магазине, в одном из больших строительных магазинов видела фейс-маск, маски по 22 с копейками за коробочку. Вот как ваши гости прокомментируют такую цену на, ну вот все мы знаем, что такое маска одноразовая. Спасибо. Да, вот я забыл, где в каком магазине. Да, ну трудно сказать, что это за продукт, то есть сколько там масок было в этом. Раньше, когда не был ковид, вообще эти медицинские маски стоили 2 евро за 100 масок. Поэтому, по сути дела, это довольно дешевый продукт. Но, конечно, с тем, как вырос потребные эти продукты и цены, конечно, менялись. И в большинстве в данный момент мы видели где-то около уже евро, ну 60 сантим одна стоила. Это, конечно, очень дорого. Поэтому то, что государство позволило, раньше такого не было, были третьего вида продукты, которые не медицинские маски, но просто гигиенические маски, которые также производятся в Латвии. Можно не только один раз, но больше, чем один раз надевать. И сейчас есть специальные требования также на этот третий вид, который, ну, как бы не защищает, но все-таки помогает. Ну, есть какая-то барьера между вами и другими людьми, чтобы это устранить. Так что, если это одна маска, 22 цента – это недорого, я думаю. Но это, конечно, надо смотреть на качество. Да, вот это то, что продолжают закупаться маски, которые действительно не должны использоваться в медицинских целях, ну, то есть их даже запрещено, поскольку они не защищают там хирурга, но не могут допустить в такой маске кооперации. Вот это… Это большая проблема. Я считаю, в Латвии и Европе это действительно проблема, что у нас есть довольно строгие требования на все продукты, также на эти маски, респираторы. Но наша проблема в том, что почти они не производятся в Европе. Поэтому это в такой случае, в такой ситуации была вся Европа, что мы все-таки как бы, ну, зависим от Китая, надо это признать. Поэтому и вся эта ситуация с масками случалась. Конечно, мы не рады на то, что есть третий вид продуктов. Очень трудно, конечно, в этих случаях нам контролировать, чтобы медицинские маски были медицинские маски, чтобы потребители действительно понимали… Вот, да, действительно, как понять? Потому что, чтобы их не вводили в заблуждение, что эта маска защищает, а, скажем, это вот, ну, это обязанность все-таки продукционная? Там, конечно, должна быть… Если это медицинская маска, тогда там должен быть… Должна быть С-маркировка, и должно быть написано, что это медицинская маска. Только тогда можно говорить что-то насчет, что она помогает. Но даже первого вида медицинской маски, они не сулит вам, что она действительно будет защищать вас от коронавируса. Это только так же, так же, как гигиенические маски, все-таки они больше как барьера. И, ну, то, что насчет медицинских масок, вы должны их правильно использовать, через два часа должны выбрасывать другую маску. Тогда уже, ну, следующий брать. Гигиенические маски, ну, там есть возможность их все-таки использовать неоднократно. Продолжим принимать звонки. Да, пожалуйста, здравствуйте. Вы в эфире. Доброе утро, Лабрейт. У меня вопрос по поводу круизных кораблей. Круизный корабль, который проходил в марте, это самые первые круизные корабли, которые были, ну, отменены в Америке. И очень много латышей тоже, латышей с ними. Мы просто смотрели, встречались, мы были на этом круизном, и нас вернули обратно. Деньги нам до сих пор не вернули, и уже прошло шесть месяцев больших обещаний. Я знаю, что американцам все было возвращено, и возвращено еще с купонами, и с дополнительными бонусными системами. А Европа осталась за большим бортом. И это МСЦ, круизные, лайнерские, огромная компания. Мы писали очень много самой компании, писали руководству, туроператор наш боролся. Но сейчас уже шесть месяцев. И, в принципе, ну, никакой отдачи обратно они не делают. Люди только не пошла дискриминация. Европа и Америки. Одна и та же круизная компания, да. И обещали нам, когда мы были в Америке, что нам все вернут в течение 60 дней. Ну, вы писали какие-то... Можно это подействовать. Да, спасибо. А вы писали заявление... Мы писали заявление и в Америку, и в Европейское представительство, и самому руководству уже по прямой на их e-mail, и нам отвечали. И когда мы только... Мы были именно в Америке, мы были те, которые еле-еле улетели оттуда с детьми, они нам обещали в течение 60 дней. А простите, а такой вопрос. Вы покупали этот билет на круиз где? В Америке или здесь? Нет, мы покупали здесь представительство. Есть официальное представительство МСЦ круиза. Оно официальное, юридическое. Это их представительство, это их компания. Мы покупали через них. Да, спасибо. Да, представительство находится в Европе, получается. Да, но это чистое их... Это никакой не перекуп. Это чистое их представительство. Вот в этой ситуации может центр защитить, как-то вмешаться? Да, я сразу не помню, было у нас таких жалоб насчет этого случая или нет, не смогу. Но если они покупали комплексную туристическую услугу, то на эти компании также относятся законы Европы. Это означает, что они должны вернуть деньги, если там не было каких-то других, не знаю, случаев. Да, но вот я понимаю, что проблема в том, что получается деление, то есть американские туристы получают деньги в первую очередь, европейским... Интересно, да. Ну, да, мне трудно комментировать, конечно, но я, да, американская компания, может быть, это... Я не знаю, мне трудно комментировать, почему они так делают. Конечно, это несправедливо европейским потребителям, это ясно, да. Ещё, наверное, одна категория жалоб на отменённые концерты. Я думаю, что это тоже такая большая тема. Вот когда был объявлен карантин, оказалось, ну, страны закрыли границы, были отменены очень многие турнеи, концерты артистов, которые приезжали, должны были приехать в Латвию. Вот здесь не было ли тоже жалоб? Конечно, было, конечно, было, но я думаю, что здесь всё-таки потребители, ну, понимают, понимали больше, мне кажется, эту ситуацию. И также закон не предназначает вам право получить деньги обратно, не знаю, в 7 или в 14 дней. По закону эти компании имеют право вам предложить эту услугу позже, когда заканчиваются чрезвычайные обстоятельства, и потребитель имеет право получать эту услугу, но не сразу отказаться от неё, не сразу получать деньги. Поэтому эти предприниматели не могут больше отложить эту проблему. В практике мы больших проблем в этом не видим. Мы там сделаем специальные правила, сколько должны ждать потребители. Мне кажется, было 6 месяцев. Если не будет этот концерт или другое предприятие, не будет в течение 7 месяцев, тогда считается, что он не будет вообще, тогда потребитель имеет право получить деньги обратно. Но в практике, я думаю, таких случаев, что не отдают, таких нет. Есть случаи, когда потребитель говорит, что он не может пойти на этот и не хочет в другой раз, не хочет ждать, например. Я помню, что были у нас зарубежные потребители на фестиваль «Позитивус», который, конечно, невозможен раньше, чем в следующий год, что мы ещё даже не знаем, будет ли следующий год или нет. Ну, есть, конечно, такие, которые не согласны, но мы считаем всё-таки, что предприниматель сначала имеет право отложить, и только в таких случаях, когда действительно потребитель не сможет пойти, тогда он имеет право на деньги обратно. Например, если зарубежные потребители, которые не смогут в Латвию пойти в концерты, или наоборот, вы сейчас в Латвии будете, не знаю, учиться, например, в другой стране, тогда есть случаи, когда мы считаем, что должны отдать деньги сразу, но в других случаях потребитель должен, как бы, идти в ту дату, которую ему предлагают. Продолжим принимать звонки. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Мне такой вопрос, скажите, вот есть такой портал в суд за БСЛВ, там пишут про всякие жалобы, да, но на самом деле нет. Есть много знакомых, которые, то есть таким интернет-магазином, называют, как вам, профит, торгуют электроникой и всякой другой техникой, ну и сколько людей там не заказывали, они не получили свой товар, их кормят только обещаниями, что задержка, ковиды, поставщики, но в итоге ничего не получается. Деньги дается возвращать только после того, как или полиция вмешается, или тот же ПТАК, да. У меня такой вопрос другой. ПТАК не может, скажем, как-то на них повлиять и лишить лицензии или закрыть, потому что они возвращают деньги, да, вот если тот же ПТАК позвонит, но много людей, скажем, там, не обращаются, ПТАК или не знают, а они-то пи-махиначат с этими ресурсами. А какой вы еще рассказали, профит, да? Да, я знаю этот магазин, действительно. И второй вопрос. Вот женщина звонила по поводу этого круизного корабля. Я так вот не понял, а вы можете ей помочь или нет? То есть сами обратиться и сделать, потому что, в принципе, вы же государственный чиновник. Всем государственным чиновникам платят жители Латвии. Ну, как бы, мы все наемные работники, государственные чиновники, да? То есть, ну, как бы, человек обратился, ну, наверное, надо им как-то помочь, а не так, что они должны вернуть. Ну, они должны, это должны. А другое дело, если вы позвоните официально, это как-то поможет людям. Спасибо. Ну, я... Да. Два вопроса, значит, первый. Вы, вот, действительно, может быть, ну, не говорите, ну, вот есть конкретные претензии вот к профиту, я зашел даже на страничку, но мы понимаем, что, наверное, выросли объемы продаж, ну, вот, интернет-магазинов, потому что, может быть, люди стали больше, ну, совершать покупки, покупать онлайн. И, наверное, конечно, выросло и количество тоже претензий, жалоб, что... У нас всегда, каждый год есть такие виды случаев, где появляются интернет-магазины, которые не привозят вам товары, которые продают вам. Это интересные случаи, которые упомянули. Мы действительно получаем очень много жалоб. У нас больше 120 жалоб на этот один интернет-магазин. Действительно, наш центр очень считает, что это очень нечестная коммерческая практика. Этот магазин вообще не работает с нами. Если правильно помню, они даже не отвечают на наши требования, потому что в каждое дело, когда нам потребители пишут, мы каждый раз пишем компанию, действительно вообще не рассматривают нормально потребительские жалобы. У нас начато дело насчет коммерческой практики. Также будем... Или уже послали информацию полиции, чтобы рассматривали, нет ли там другого вида каких-то нарушений. Но, к сожалению, в Латвии нет такой системы, что есть лицензии, которые мы можем отобрать. Единственная наша возможность это или помогать, насколько можем потребителям, или тогда уже принимать решения на коммерческую практику, или дать информацию полиции, которая единственная, может действительно что-то делать, если там нечестные действия. Мы можем наложить штраф, но по практике мы знаем, что интернет-магазины тогда очень часто просто закрываются и делаются новые магазины. Что-то меняется, как это выглядит в этом случае тоже. То, что мы можем помочь и стараемся все время потребителям рассказать, это чтобы они были бдительны, когда делали покупки. И, к сожалению, в интернете, конечно, это нелегко, и очень много потребителей используют возможность портала сравнения и смотреть, и покупать самые дешевые. Но это самый худший вид, как выбрать магазин, где покупать, это самые дешевые в этих порталах. Конечно, также мы работаем с порталами, когда уже видим, что есть проблема, мы требуем этих магазинов выбрать. Мы не можем это делать перед этим. Мы не можем предвидеть, что этот магазин будет плохой, и что он вообще не появится. То же самое, что и сам портал не может этого делать. Но сам потребитель может смотреть, чтобы не покупать товары, которые дешевле нормального. И также мой личный совет всем потребителям, я уже всегда это говорю, не надо платить авансом, исключая возможность платить карточкой. Потому что с карточкой, когда вы платите это, тогда вам гарантируется эти деньги, даже если что-то... Ну, это, я бы сказала, мошеннический магазин даже не сможет вам это предложить, но перечислять в интернет-банке это очень рискованно. Это очень рискованно, потому что вы заплатитесь заранее, и там не действуют эти правила, карточек, которые очень хорошие для потребителей. А вот вторая часть вопроса, она касалась... На круиз, да. На круиз, да. Конечно, может. То есть, ваш голос может быть услышан, то есть, вы можете... Если это латвийская компания, тогда, конечно, можем... Ну, я понимаю, это компания зарубежная, но у нас есть представительство. Та, которая продает. Та, которая продает. Конечно, можем помогать. Также это будет другая европейская компания, не знаю, там, например, в Эстонии. Тоже можем помочь тогда через свои коллеги в Эстонии или в Литве. Еще один звонок мы примем. Я напомню, глава Центра защиты прав потребителей, Байба Витулиня, сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы знаете, я вот смотрю на эту ситуацию, да, как вот о двойных стандартах, да. Вот девушка сказала, что американцам все это выплатили, да, а как бы нам, значит, ну, посидите, подождите, да. Вот, это один вопрос. Вот. Выплатили, потому что в Америке, да, эту компанию затаскали бы по судам. А у нас, да, потребитель не защищен. Абсолютно. Потому что есть куча организаций, которые там могут дать какие-то рекомендации, там могут сказать... Здесь понятно. У нас просто очень мало времени. У вас вопрос какой-то конкретный. Мой вопрос конкретный, когда будут законы, которые будут защищать права потребителей, да. Ну, я понимаю, что здесь скорее такие эмоциональные, потому что законы есть, но понятно, что вот есть отношения, может быть, ну, просто мы сталкиваемся... Я уже понимаю потребителей, потому что мы даже как центр иногда чувствуем очень плохо, что мы можем даже принять решение, как на этот магазин, который упомянули, но, к сожалению, если этот магазин идет на банкрот, тогда потребители свои деньги не получат обратно. Ну, я думаю, это не... Например, насчет ЭТКИЗ, я не знаю, есть ли такая ситуация, но это не всегда, что в Америке это лучше, там тоже идут компании на банкрот, и в таких случаях также потребители не будут свои деньги обратно получать. Эта проблема существует во всей Европе и во всем мире. Конечно, некоторые вещи могут быть лучше. В Америке компенсации большие платят компании, но это другие, может быть, случаи. Конечно, мы также хотели бы, чтобы такие компании смогли просто закрыть, которые ведет нечестную коммерческую практику, но должны соблюдать те правила, которые в Латвии есть. И, да, не всегда легко найти такие возможности, которые как бы честны к предпринимателям и также к потребителям. А вот скажите, внесение в черный список, вот как такая вот тоже мера угрозы ее бояться, вот нечестная? Да, те предприниматели, которые хотят остаться на рынке, которым важны, ваш потребитель, да, там работает. Этот список не будет работать на компании, которые, ну, это их вид бизнеса, что они один год, например, работают... Компании однодневки, условно говоря, да? Вот они открыли и затем закрылись. На один год, да. На такие компании, конечно, не будет работать черный список, потому что они уже знают, что они будут делать новую компанию. Также понимаю, что... Я тоже считаю, что, ну, мы бы хотели, чтобы было такое регулирование, что эти компании, те же самые люди, не могут делать новые компании, которые уже потребителей заблуждали. Но в практике это делают другие люди. У нас как бы людей без места жительства довольно много регистрировать новые компании. Это действительно проблема. Еще один премиум-звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я услышал про круизные... Про круизы, разговоры. Я хотел узнать отношение, пытаться вот к такой теме, как круизные клубы. Как ты понимаешь, там женщина, которая покупала круиз, она покупала как бы в официальной фирме. Но есть еще такая... Какая-то структура, как бы, ну, там туристическая фирма, там как бы понятно, это официальная структура, там она беспокоится о клиентах, по возможности что-то будет компенсировать, ну, исходя из своих возможностей. Но есть, скажем, такие круизные клубы, которые говорят, что вот эти официальные представительства, они накручивают деньги, что надо покупать через эти круизные клубы, которые, по своей сути, пирамиды. И их деятельность никак не регулируется. Это как бы нелегальная коммерческая практика. Но они, скажем так, не дают тем же нормальным туристическим агентствам развиваться. Вот если тоже на стороне предпринимателя пытаться, как вам можно сказать. Ну, да, здесь, я думаю, что сложный вопрос, если речь идет о какой-то международной компании, которая предлагает как бы вступить в круизный клуб, и затем могут быть какие-то… Ну, да, трудно комментировать, если все не знать, но, например, по нашему закону запрещается нечестная коммерческая практика, и в этом включаются, например, пирамиды, где этот бизнес делается только на то, чтобы новых потребителей… Да, привлекаете, да. Привлекаете, но не продаете товар. Такого вида пирамиды в Латвии запрещены, и в Европе запрещены. Ну, такие случаи в нашем центре не были после того, как этот закон был принят. Но, конечно, возможно, что это существует, но тогда потребители, может быть, очень довольны, и нам такую информацию не дали. Но если такие случаи есть, конечно, надо к нам приходить, и мы будем смотреть, возможно ли невозможно, что-то делать, может быть, там законодательство нужно. Потому что, если человек совершал покупку, может быть, в интернете, на сайте компании, которая зарегистрирована за рубежом, то есть это… Ну, это зависит, конечно, от страны, где зарегистрировано. В Европейском Союзе у нас во всех странах есть коллеги, которые будут помогать так же, как в Латвии, там никаких проблем с этим не будет. Но если это третьи страны, тогда это, конечно, будет зависеть от страны, где зарегистрированный такой клуб. Но я думаю, что все-таки, если потребитель сам хочет себя защитить, лучше все-таки покупать в тех… или в каких-то порталах, которых вы действительно уже знаете и доверяете, или в тех, которые зарегистрированы в Европе. Это все-таки будет побезопаснее. Ну, если в других, тогда уже смотрите перед покупкой, смотрите, где это зарегистрировано, какие уже жалобы насчет этой компании было. Это довольно быстро можно найти в сети, если будете смотреть. Времени очень мало. Вот еще одна тема – это навязанные услуги, скажем, которые потребитель не просил. Ну, вот если конкретно, это, наверное, Теледва и ТЭТ, ну, вот там несколько случаев. Вот в этих случаях, когда, скажем, компания, ну, думает, ну, как бы объясняет тем, что мы хотим как лучше, мы вам уже сразу автоматически эту услугу предлагаем. Вот в чем проблема? В таких случаях, да. Мы были очень удивлены, что ТЭЛ-2 в этом случае выбрал такую позицию, потому что это бывало раньше. Действительно, например, авиакомпании очень часто использовали эти тыки в интернет-магазине, что вы, если вы не хотите какие-то услуги, там, менять билет или другие, тогда вы должны были отказаться от этих. После этого в Европе принялась новая директива, где это очень ясно запрещено, что такие возможности, что вам, вы должны от чего-то отказаться, это нечестная коммерческая практика, это нельзя делать. Поэтому мы удивлены были, что предприниматели, которые уже в этом рынке долго, такого, ну, я думаю, это вообще одни из самых важных прав потребителей, должны реализовать его волю, покупать то, что вы хотите, а не навязывать на вам то, что даже если это хороший продукт, и я думаю, что это было довольно хорошее предложение со стороны предпринимателя, но такого вида продажа, где потребители должны отказаться, просто это запрещается. Также там довольно много было таких, например, таких проблем, что телефоны же в семье бывают не только у взрослых людей, а бывает, что вы плачете за себя, за свою жену и двумя детьми, а дети вам не скажут, что есть такая, что они должны от чего-то отказаться или что-то больше платить, и вам просто потом надо будет платить. Поэтому мы действительно, это очень важно, это право потребителя, что он должен сам выбрать, и возможность, что вам что-то дают, и вы должны отказаться, просто запрещается такая практика. И надеемся, что после этого случая предприниматели, другие также будут помнить, что так с потребителями нельзя, ну нельзя такую практику делать. Но это у нас только один случай в данный момент, если насчет ТЭД, это другое, это нарушение было связано с тем, что была реклама кредитования, их продуктов, которые, я бы сказала, закон странный, нечестный к разным предпринимателям, но закон есть закон, и этого вида компании, которые предлагают свои продукты, не имеют права, такую рекламу, где есть информация, что предлагается кредит. Это довольно, как бы, ну простое нарушение, что мы действительно также были удивлены, что предприниматель не устранил после нашего первого замечания. Но в целом, можно ли сказать, что постепенно-постепенно все-таки растет какое-то понимание между предпринимателями и Центром защиты прав потребителей, или что все-таки предприниматели стараются не допускать уже нарушений? Да, обязательно. Наша практика уже больше 10 лет является больше в том, что мы сначала позволяем устранить все нарушения, потому что нас важно, чтобы потребителям было хорошо, чтобы вам деньги вернули, а не наложить штраф на компанию, потому что эти деньги уже тогда, это потребительские также деньги. И в большинстве случаев в каждый год больше 70-80% у нас случаи, когда предприниматель сразу заканчивает практику, которую мы указываем, как возможна нечестная коммерческая практика. Эта система, с моей точки зрения, работает очень хорошо. Это только некоторые случаи, когда предприниматели не соглашаются с конкретными требованиями нашего центра, когда мы должны принять решение, или когда мы считаем, что уже этот ущерб потребителям был нанесен, поэтому компания должна быть штрафована. Большое спасибо. Глава Центра защиты прав потребителей Байба Витолыни сегодня была в нашей студии. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания. До свидания.